Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну что вы, дорогие мои, дорогие. Вы, наверное, знаете, то, на ком проекте в GTA Samp я играю. А я играю на Arizona, роли PlayFenix, ну если мало ли кто-то забыл. А также я бы хотел вам напомнить, что по моему никнейму DanteConnor вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вам пятого игрового уровня на проекте Arizona RolliPlay с сервером Phoenix. Поэтому скорее переходи по айпишнику в описании и начинай свою игру и делай все прочие вещи. Потому что Arizona RolliPlay это топ-1 проект в Samp, насчитывающий на данный момент 10 серверов с общим онлайном около 8-10 тысяч человек. Ежедневно, поэтому, ну что ты будешь как дебил, как лох, да, на каких-нибудь там, я не знаю, на абсолют роли-плеях играть. Или там на еще каких-то проектах играть, да, то есть, ну это абсолютно точно никому не нужно. И понимаешь в чем дело? Ну это для конченных дебилов, для конченных аутистов и для конченных даунов. Поэтому скорее переходи по айпишнику в описании на Arizona RolliPlay Phoenix и начинай игру с моим никнеймом, по которому ты в автоматическом режиме получишь целых 300 тысяч вертов. А никнейм есть, что находится в описании, там же находится айпишник, все это самыми первыми строчками, самыми первыми ссылочками, поэтому искать долго все это не придется. И вы знаете что? Наверное, вам непонятно, почему рекламная пауза в этот раз была дольше одной минуты. Ведь обычно она длится, ну там, знаете, секунд 40-50 минуту или около минуты, а тут она прям затянулась уже, наверное, минут до двух. А все дело в том, что сегодня речь у нас пойдет про саму вот эту вот Arizona. Как вы, наверное, знаете, обычно я рассказываю вам про каких-нибудь там, я не знаю, GTA-самп-ютуберов, про какие-нибудь там, я не знаю, GTA-самп-проекты и прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Но сегодня у нас случилась такая вот, знаете ли, случился такой праздник, можно сказать, сервер, на котором я играю, я решил рассказать вам об новости, которые происходят на этом самом сервере, сразу же, так сказать, отмахнуть от всей этой новости всяких там вот этих вот, знаете, ноу-лайферов из нижнего интернета, которые абсолютно точно ничего не понимают и хотят постоянно вот вставить свои пять копеек. Ну не понимаешь ты нихуя, так не суйся, это не для тебя сделано и не для таких, как ты, чтобы ты тут приходил вот это вот, тут срал и делал всякие вот эти вот, знаете, твои вот эти вот, сука, прочие вещи. Поэтому, блять, заткнись нахуй, а лучше, лучше всего вообще зайди по айпишнику в описании на Arizona Roleplay, потому что то, что я расскажу вам сегодня, ты просто, ты знаешь, ты подлетишь и разорвешься на части, буквально на куске от вот этой вот новости. И тем более, захочешь поиграть на проекте Arizona Roleplay в сервере Phoenix, поэтому я не буду тебя останавливать, всё находится в описании под данным видеороликом. Так вот, на проекте Arizona Roleplay или там где-то в группе или ещё где-то, в общем, Arizona Games, да, у Arizona Games проходил свой такой, знаете ли, первый подкаст. Для тех, кто мало ли не знает, что такое подкаст, я хочу вас, так знаете ли, просветить в эту тему, так как я такой, знаете ли, сам просвещенный, думаю, ну а если я сам по себе просвещенный, почему бы не просветить в эту, во всю тему других людей, которые, возможно, по причине какой-то там, я не знаю, своей возможной неграмотности, безалаберности и всего-всего прочего, могут вот что-то подобное не знать и вообще там, ну делать какую-то прочую хуйню, которая абсолютно точно никому не нужна. Так вот, дело в том, что вот в этом самом подкасте, подкаст это когда ты такой, знаешь, включаешь запись, вот, идёт как бы прямой эфир, либо не прямой эфир, либо просто ты как бы на записи там под какую-то фоновую музычку или вроде того, начинаешь разглагольствовать на какие-то темы. Я вообще люблю говорить, я люблю поговорить, моё самое любимое такое, знаете ли, мой самый любимый момент в создании видео, это озвучка видеоролика. Я могу бесконечно озвучивать, мне, безусловно, это очень сильно нравится, у меня тренируется словарный запас, у меня тренируется какая-то там, знаете ли, дикция, в день могу озвучивать там, я знаю, роликов, наверное, по шесть, нет, наверное, по пять, по шесть, где-то так, то есть больше, наверное, не пробовал, и все они суммарно там будут где-то плюс-минус по пять минут. И если вы мало не знаете, как понять, сколько роликов я за сегодняшний день озвучил, то у меня будет язык очень сильно заплетаться, то есть в каких-то первых видеороликах язык у меня такой, знаете ли, нормальный, все из дикции нормально, а уже в последующих видеороликах, ну я такой, знаете ли, какой-то такой уже, знаете ли, как будто бы сонный, как будто бы только встал и абсолютно точно, как-то так, знаете ли, выжимаю из себя вот эти вот самые слова. Так вот, у Arizona Games прошел вот этот вот самый подкаст, гостем которого стал небезызвестный, великий и классный пиар-менеджер проекта Arizona Roleplay, который платит мне деньги, который платит деньги другим людям, таким как там, я не знаю, допустим, ну кто, вот Empire, да, вот, ему платит еще там вот этим вот всяким вот ютуберам, да, с которыми у меня иногда случаются конфликты, иногда не случаются конфликты, в общем, бывает все это по-разному. Так вот, в общем-то, пригласили его на подкаст, либо он сам пришел для того, чтобы как-то продвинуть вот всю вот эту вот тему, знаете ли, пришел, и там он обмолвился парочкой слов про то, что на Arizona Roleplay, на таком вот, вы знаете, проекте, на нем скоро так или иначе добавится голосовой чат. До этого уже Стас в каком-то своем ролике, я уж точно не помню, по-моему, отвечал там вот эти вот, знаете ли, на токсичные, вот эти вот кибербулевские, вот эти кибертеррористические комментарии вот этих вот детей в пабликах GTA Sampa, в журналах GTA Sampa и так далее, где он сказал, что так или иначе выйдет скоро там, ну не скоро, возможно, просто вот они разрабатывают сейчас свой лаунчер, в котором будет голосовой чат, тогда еще обмолвился, по-моему, или про... нет, ладно. Тогда можем сказать, что он просто сказал про то, что лаунчер будет, да, с какими-то там дополнительными возможностями, а вот в этом вот недавнем подкасте он прям вот, знаете, сказал, что уже все, голосовому чату на Arizona Roleplay уже точно быть, и я уже предвижу людей, которые, знаете, такие пессимисты, постоянно им там что-то где-то не нравится, постоянно вот они хотят как-то Аризону ущипнуть за больное место, потому что Аризона вроде бы была таким, знаете ли, гадким утенком все это время, постоянно там были какие-то нападки со стороны всяких разных ютуберов, постоянно там Данил Геррера гнобил и прочие люди, и вот люди на интуитивном уже инстинкте, таком стадном, знаете, они стараются как-то вот нагрубить Аризоне, сделать какую-то прочую хуйню, при том, что Arizona Roleplay это уже достаточно неплохой проект, достаточно неплохой сервер, с большим количеством разнообразных систем и всего прочего, вот. И они вот там говорят, мол, ой, Аризона, там же вот такая аудитория малолетних детей, ой, да ужас вообще, ой, да как так, и так далее. Знаете, что я хочу ответить на вот весь этот комментарий? Да, разумеется, чем больше аудитория у сервера, тем она более малолетняя, более, вот знаете ли, она такая маленькая, потому что, разумеется, большой человек уже, который там от чего-то достиг в своей жизни, получил образование, возможно, устроился на работу, он в САМП играть не будет, как бы, ну, это вполне, это всем понятно. А вот какой-нибудь малолетний нарочитый дебил, хотя, вы знаете, я извиняюсь, возможно, всё-таки не малолетний нарочитый дебил, возможно, просто малолетний дебил, а возможно, просто какой-то, знаете ли, малолетний человек, малолетний, можно сказать, ребёнок, не знаю, как ребёнок может быть многолетним, хотя, такие примеры у нас на GTA САМП Ютубе есть, тот же Владислав Павлов, тот же Ярослав Грулёв, ну, ладно, это, это не имеет особого значения в данном случае. Так вот, и разумеется, что аудитории, чем, как бы, больше онлайн-сервер, тем больше, там, процент детей, чем больше у тебя подписчиков на Ютубе, тем больше, там, процент людей, тем меньше, там, процент тех людей, которые уже, так я, знаете ли, большие, то у какого-нибудь, там, я не знаю, гоблина на Ютубе, да, могут быть, такие, знаете ли, уже великовозрастные люди, которые, таки, слушают вот эти вот, там, знаете ли, его чтения, не знайки на Луне и всего прочего, вот. Но, понятно, что, как бы, голосовой чат, он будет, и понятно, что он нужен, он нужен GTA САМПу, как голоток свежего воздуха, вот я не представляю, как может быть вообще роли плей без голосового чата. Роли плей, это когда я захотел, я сказал что-то в голосовой чат, мне это понравилось, всё, я успешно отыграл, а не когда я, там, слэш ме, там, слэш аме, слэш туду, слэш трайн, ну, это никому не интересно, это полная хуйня для конченных дебилов, для малолетних даунов и для всех прочих детей, поэтому, знаете ли, в чём дело? Поэтому я могу вам вот именно вот так вот сказать, что голосовой чат на, вообще, в САМПе, на абсолютно всех серверах, не важно, это там, САМП РП, Даймонд роли плей, Адванс роли плей, Аризона роли плей, это не важно, голосовой чат нужен, и нужен он абсолютно точно всем. Я более чем уверен, что будет функция, допустим, там, замутить игрока или просто отключить голосовой чат, но так или иначе, голосовой чат, он всем нужен, и я рад, что на Аризоне, на проекте, на котором я, там, снимаю с какого? С 2018, с 2017 года, возможно, на котором я снимаю с 2017 года, да, что вот, наконец-то добавляется голосовой чат, я бы сам это с удовольствием протестировал, там, поадекватил бы, возможно, немножечко, или, там, кто-то другой понеадекватил, я бы на него, так, знаете, навалился такой, да, вот, и сделал так далее. Ну, вот, представляете, голосовой чат, это же такое раздолье для, вот, всяких разнообразных РПшек, для всего прочего, это же так охуительно, и люди не могут, не смогут вот это вот всё увидеть, вот этот вот, блядь, восторг от всего этого, просто из-за того, что у них есть какие-то предрассудки насчёт аудитории, там, САМПа, аудитории Аризона роли плей, или, там, всякой другой аудитории, вот, всего-всего прочего, однако, ну, ладно, можно будет отыгрывать РПшки, как к вам, там, знаете, кто-то на Мазде приезжает, да, там, втроём, возможно, вот, и, там, спрашивает за мать, вполне, то есть, такие РПшки, они вполне возможны, как бы, я этого не отрицаю, то есть, можно будет что-то такое сделать, поставить, там, какую-нибудь заменку на Мазду, и, вот, приехать, чисто спросить, там, за слова, за мать и так далее. В общем-то, на этом я уже могу сказать, что всё, я сказал всё, что, хотя вот эти, вот, знаете ли, все ноу-лайферы с интернет, вот, с этого нижнего, можете вообще, там, ничего не говорить, как бы, я всё сказал, я считаю, что голосовой чат на Аризона роли плей и на прочих проектах в GTA Samp'е, он нужен, голосовой чат, это охуительно, это классно, я хочу ебать мамок в голосовой чат, и никто ничего не сможет с этим поделать, потому что голосовой чат уже в скором времени добавят. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, голосовой чат сила, слэш, ми, могила, айпе Аризона роли плей в описании.